Сейчас дети, которые родились после 2010 года, относятся уже к новому поколению, которое получило название поколение Альфа. И Альфа – это дети, психика которых науке пока неизвестна. Я вам должен сказать, что проведено много исследований с точки зрения, какая она может быть, но это пока гипотеза. То есть мы не знаем, что из этих детей вырастет. И это вызов для нас, потому что мы должны воспитывать ребёнка в обстоятельствах, в которых мы сами не формировались. Вот представьте, вы скульптуре сформировались, а потом вы родили бы ребёнка где-нибудь в Амазонии. И у вас там ни книжек, ни телевизора, ничего вообще, не то что подгузников, понимаете, сплёнок нет. И вот вы его воспитываете. Ну, я думаю, что это было, я вообще не представляю. Я бы, это вот, я сколько в этом, знаете, вот этот вот, который, как этот, когда эти, ой, ну, в общем, ну, когда, чтобы микробов не было, как это называется, целиризатор, вот. Вот, как ребёнку что-то дать без целиризатора, вот я думаю, например. А ты вот, вот, это же непонятно, как жить-то в таких обстоятельствах, когда совсем другая среда. Да, да, да. И вот сейчас наши дети в этом смысле только просто, они не в Амазону попали, а в цифровую эпоху попали. Вот, и совершенно другие у них, на них действуют стимулы, другие поведенческие вещи. Вот, поэтому есть два аспекта, которые для родителей являются стрессом. Потому что стресс, чтобы вы тоже понимали, да, почему родители, им памятник всем надо ставить. Такой большой, бронзовый, с позолотой. Вот, это такое, как у, это, ну, в Австрии японцы поставили Штраусу. Вот, он золотой прямо, вот, в Вене. Вот, да, значит, родителям ставить, потому что, когда мы взаимодействуем с чем-то нам непонятным, да, мы неизбежно испытываем стресс, потому что у нас нету понятных стратегий, как действовать. Всякий раз, когда вы не знаете, как себя вести, вы испытываете стресс. И я вам сейчас говорю, что по сравнению с вашими родителями, вам не повезло дважды, потому что вы имеете два сочетанных, причем очень, тут что важно, они друг на друга влияют, потому что цифровая среда не позволяет мозгу формироваться так же хорошо, как он формировался в предыдущие периоды, вот, поэтому это двойной стресс. Вот, поэтому родительство – это подвиг. Я сейчас смело про это всегда говорю, вот, некоторые как-то надо мной подтрунивают в этот момент, а я говорю, значит, вы не нюхали пороху, вот. Субтитры сделал DimaTorzok.